здравствуйте уважаемые зрители уважаемые подписчики меня зовут никита канал nk и сегодня мы посмотрим такую игру как alien rage что это за игра я честно говоря как-то нарвался на один из обзоров на каком-то игровом сайте потом увидел эту игру и подумав почему бы и не сделать смотр по этой игре чем-то она напоминает движок unreal может быть на нем она и сделана в общем посмотрим вообще я очень бережно отношусь ко всем играм даже к самым трешовым и просто говорю что если трешовая игра ну я имею я имею ввиду да если кто не понимает английский сленг трэш это значит говно говно это значит плохо и в общем все в таком роде поэтому я могу сказать то что мы сейчас будем смотреть эту игру вообще что она из себя представляет если это будет говно я прям так и скажу ребята ну это просто полный кал а так ну посмотрим увидим и не знаю больше всего я жду что это будет безудержный кал увидим давайте компания боже мой одиночная компания продолжит последнюю сохраненную игру проникновение диверсии устрашения ждите я что-то не за попал что нет и все правильно попал до проникновения так уровень сложности непростая жесткий и жестокая самый легкий выбираем уровень сложности потому что я не люблю когда сильно начинаешь там париться конечно но что это 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 вообще это на Наши научные пухи в доме отправили тысячи пробей, чтобы следить за это. И когда мы нашли мутер-лод... Черт, все изменилось. Мы приехали в первую очередь и подняли к реке. Теперь это наш реке. Прометий. И бизнес было хорошо. Потом Варус приехал. Конечно, они выглядят другими чем нас. Но они хотели же самое что-то. И много чего-то. В первую очередь, мы все вместе вместе. Но потом, что-то произошло. И что-то стало ужасно. Реально ужасно. Эти бастер-лодки атаковали, и мы получили штуку от нас. Конечно, мы вернулись. Но это не так хорошо. Сейчас... Теперь Варусы играли... ...звезли на территории. Присоединение. Чтобы вы умерли в этот участок. Чтобы нам не может быть. Потому что мы не можем иметь это. Никто не может. Никто не может. Давайте финансы начнется. у заставка довольно таки неплохая мне понравилось так я извиняюсь за прерывание игры так уровень сложности начать уровень заново продолжить игру начать контрольные точки улучшения было 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 где настройки графики справка и параметры игрового процесса графика дамы сглаживания так на хоть разрешение экрана поставили качество пост обработки высокая качество текстур качество теней ладно еще я наслышан об этой игре что эта игра безумно лагает даже на максимальном компьютере просто вот такая вот нехорошая оптимизация вы помните игру которая называлась будет шторм я ее всю прошел проходил я ее на иксбоксе и вот что я могу сказать вот даже вот смотрите по геймплею до че танцы вот абсолютно очень очень похожи очень похожи он также ногой там и скользить может смотрите ну прям очень все очень все похожи галактика потерянная галактика и выглядит все я не скажу что выдающийся прекрасно это ух ты звезда я вижу звезду горящую там впереди но качественно все сделано ведь это может быть какие-то текстурки не дотягивают хотя вы видели да я играю нет на супер максимум не стал я насиловать свою так не в самую современную видеокарту geforce 460 это уже довольно таки то что старушка но не новая точно ящики сундуки и так мы спускаемся куда-то в логово логово какого-то здания ни хрена себе ящики сундуки ящики сундуки и еще могу сказать вы не находите что космическая тема довольно таки уже избита и во все дырки и уже бедную потому что она я считаю что что нужно новое придумывать конечно я люблю в научную фантастику и эта игра именно об этом это научно-фантастический шутер с мы играем за пехотинца который будет спасать вроде бы как уже нашу галактику планету которую мы недавно освоили получили хорошие ресурсы потом у нас напали какие-то инопланетяне и хотят а того же чего хотели и мы только в тройном количестве и вообще с нами даже не посчитались ну в общем как бы вот last planet да мы видели я эту игру до сих пор там забросил какой-то там из миссий 23 там ли какая там потому что игра неплохая не нравится масс эффект я без ума был от 1 масс эффект я с удовольствием проходил второй масс эффект так обалдеть огонь конечно у нас подкачал но когда вышел 3 масс эффект это было конечно круто там очень классная сюжетная линия там боевер преподносит то все на блюдеческий sky с голубой каем очка и но когда это делают еще вот такие разработчики которые не профессионалы такую избитую тему я считаю что такие разработчики должны делать что-то свое не избитая не замученная до голых колен когда уже вот просто вот уже на джинсах ничего не осталось одни дырки счетом ох ты у нас тоже так е чтобы использовать анимация даже есть какая-никакая но она присутствует наверх до наверх так наверх так так очень хочется увидеть боевку в действии но хотя ничего такого мы сверхъестественного здесь не увидим вы видите да игра немножко дает тормоза совсем малейшие пока что я не вижу что игра сильно лагает то есть что значит лагает лагает значит тормозить значит притормаживать и идти с чистотой кадров не ту которую для глаза умеренно из когда идет так вот как скриншот какой-то картинка когда фотографию смотрите типа такого это что получается несколько вариантов выхода о чёрт готова ну где жара что один странно и он на и винтовка воросов а вот она музычка пошла только я не могу понять куда же нам бежать я так понимаю что здесь она вален еще чем напоминает эта игрушка ухты если два вороса уже нам сделали плохо то я не представляю что же будет так же перезарядка это тут что же будет если там их будет несколько 5-6 это будет очень плохо герцов фарм не напоминает эта игрушка так лично и титонаторы сработали очень хочется кинуть гранату дает очки все в принципе стандартно картинка довольно таки радует глаз знаете да игра есть дает лаги на xbox я проходил в первые две части первая часть по моему вышла на персональный компьютер тогда это был такой неплохой прорыв в компьютерной графике и текстуры там были ты нам дают очки за то что мы взрываем вот эти вот горючие смеси да ну вот 3 герса фар я уже не прошел потому что у меня сейчас данный момент xbox 360 есть наличие но он не не про не перепрошит и не нужны его там как бы так сказать подлатать все никак руки не доходят да и нет таких игр сейчас ради которых я побежал бы в магазин и купил бы эту приставку и подлатал бы моментально потому что фейбл свое время я купил xbox 360 ради 2 фейбл фейбл 2 это уникальная игра я могу вам сейчас рассказать так вот тебе я могу вам сказать почему это уникальная игра во первых к ней подошли разработчики с огромной душой с чувством с юмором с восстановкой это просто выдающийся шедевр конечно она может быть все равно любителям ну и не присутствует такая мультипликационная графика которая там многие там скажут мне не нравится мне нравится diablo 3 ну я имею ввиду это вот если там rpg да вот если а или там мне не нравится мне нравится final fantasy хотя китайские rpg давно канули в лето но тем не менее может быть кому то не понравится но все же если вы любитель рпг вы обязаны купить эту игру и вы в нее обязательно влюбитесь если вы ни разу не играли в рпг поиграйте фейбл это такая игра которая во первых она озвучена полностью на русском языке каждый персонаж в игре а их там несколько сотен тысяч разговаривает на своем губ посты своим голосом на русском языке фейбл 3 выпущена на пока она была в принципе чуть-чуть доработана там небольшие какие-то доработки были но в общем так задачи найдите шлюз и проникните на главный объект 3 фейбл не переведена на русский язык я считаю это огромный огромные утери огромная экономия денег с точки зрения microsoft это вернее своей точки взорвалось вот а так фейбл 2 это потрясающая игра и я считаю что в нее просто нужно поиграть что-то шипит такое общем понятно них там хаос и кипиш полным образом идет еще раз вернемся к тому сказанному что я сказал и насчет озвучки озвучка это огромная составляющая игры когда она переведена полностью на русский язык это означает что во первых к нам уже обошлись никак какими простолюдинам нас уважают как раз у как нацию и вообще это очень хорошо плюс когда вы играете вы слушаете вы понимаете вы вслушиваетесь и у вас создается образ впечатления какие-то ощущения чувства мысли возникают это самое главное в игре графика это все конечно абсолютно важно но звук в игре может быть важнее в тысячу раз чем эта графика так вот тварь почему я не очень стал любить года опять это потрясающе выдающийся шедевр который выходит там на протяжении 4 5 лет но я очень люблю готовой сити она была переведена кустарным образом опять же да и и не было там официального переводом я не знаю rockstar такие богатые такая богатая компания которая не может перевести там она считает что субтитры это круто также как выходил red dead redemption если вы знаете что такое red dead redemption потому что были на то это выдающийся же игра от rockstar games только про дикий запад аналог тоже сын игры года то есть там открытый мир все такое так честно думаю будет бой чем если бы конечно мы это опять была переведена на русский я бы получал бы от того огромного удовольствия я бы наверно бою не забросил бы там бы на пару дней бы там как сказал там аннас тысячи недели я все же за нее возьмусь потому что я считаю это это кощунство какое-то играть в геймплей на gta на playstation 3 там да я играл вот так вот блин как же напоминает мне будет шторм в общем играть в эту игру и когда ты едешь а ты пытаешься там сообразить куда тебе там следующий поворот будет вести а а тут мало того что ты не можешь понять куда тебе ехать ты среда чего ешься на миссии и теряешь весь геймплей ты начинаешь считать эти грёбаные маленькие субтитры даже на моем огромном телевизоре это просто я считаю но это не уважение к нам со стороны разработчиков потому что она блин да сделайте вы уже нормальную аудио озвучку ну полностью полностью переведенную в каком веке живем на какой платформе играем и вообще сколько вы ребят денег срубаете с этой игры я понимаю что у вас все равно там школьники в нее будет рубиться но я считаю что это уже не тот век чтобы читать субтитры такого огромного крупно бюджетного воин гранатометчик честным делом так вот это я сдетонировал да есть многовато вас здесь ребят у вас мозгов здесь не очень много до так вот готов это все похоже да в общем как бы я заговорился да у меня в ноги пела можно так сказать но я считаю что это были но это gta 5 должна быть озвучена на русском и мы должны слышать а не читать потому что весь геймплей теряется писька и в теряется как начинаешь читать эти буквы и ты понимаешь что блин либо тебе читать лево тебе продолжать ехать вообще и вообще это просто неприличная rockstar games я думаю что много геймеров со мной согласится с такой с таким большим недочетом я понимаю если бы эта игра в этом собрала бы 10 тысяч фанатов и может быть даже не оправдала бы кассовые сборы но эта игра собирает по всему миру огромные миллиарды и rockstar games просто обязаны так вот лучше теперь стреляю все что движется так у нас тут разные враги попадаются как это невидимка он довольно таки быстро и еще не видим так что у нас полный заряд да как же мне эти виды напоминают last planet готов поджаренными так вот тебе готов смотрите как быстро появились новый вид врагов мы там даже еще буквально не не прошли миссию так удерживайте р чтобы поменять на бластер воросов сейчас мы его испробуем что это за пушка удивительно я очень много слышал про неплохая вещь вроде бы да что-то она слишком медленная о чёрт или час просто завалят с этим бластером готов что никто не очень мне нравится этот бластер какой-то он тупой есть нет все же я лучше поменяю вот но вот эта вещь как-то она мне больше по душе поэтому это опять ребята по поводу прохождения этой игры на канале вы скажите вот он не любит читать субтитры он такой лентяй нет я бы прошел бы с удовольствием бы для канала бы года опять даже бы приловчился бы моя ever media потому что у меня стоит защита htcp прошел обязательно для канала бы полностью всю сюжетную линию потому что она достойна эта игра она сделана потрясающе великолепно но к сожалению моя партнерская программа с которой я недавно абсолютно вступил и когда заходишь в личный кабинет партнерской программы но через которые вот там все происходит там ясно было написано что уважаемые партнеры не снимаете не выкладываете видео вообще любое со звуком без звука gta 5 потому что уже огромное количество партнеров пострадало поэтому rockstar games как вы знаете очень любит накладывать свои авторские права на музыку на радио ты вообще в целом на все на все поэтому скорее всего пока что я не буду рисковать есть огромное количество других когда и gta 5 прошли вот это да ребята типа блэка и так далее в общем много уже летсплеев по ней хотя игра действительно заслуживает огромных наибольших наград так ну что ж забираемся наверх и так задачи найдите пути вглубь очистительного завода обязательно найдем только следующей части если конечно же вам понравилась эта игра потому что я честно говоря не вижу ничего выдающегося в этой штуке я не могу сказать что она очень плохая эта игра середнячок про фантастику это шутер в принципе она ничем таким не цепляет хотя я люблю шутеры от первого лица с вами был инкей подписывайтесь комментируйте ставьте лайки и вообще просто пишите стоит ли продолжать может быть да пройти старые прохождения которые так ждут своего своего черни бедные несчастные которых я никак не могу закончить все на этом всем пока спасибо спасибо